Привет, мальчики и девочки, дамы и господа, наша парфюмерная дружина. Сегодня у нас очередная распаковочка от моего любимого магазина Aroma Boutique. В описании вы найдете ссылочку специальную, в которую уже встроен промокод. Поэтому проходим, получаем скидки на каждый ваш заказ. Кот Гагарин тут вот пришел, и раз он пришел, то скажи про это, не скрипи, скрипуля, уже еды ждет, да, Гагарин? Да, мой сладкий, будет мне помогать распаковывать. Посылочка достаточно жирненькая сегодня, и сейчас вы увидите, что содержится помимо героя обзора в ней. Самому интересно. Почти все, не почти все, а все ароматы куплены слепую из этой посылки. Ну а особенно, конечно, интересен герой обзора, собственно говоря. Что же там у нас? Опять здесь какая-то странная коробка, которую, возможно, придется разодрать. Ну да, скорее всего, видите, странные вот эти вот клапаны. Не пойму я как она, короче ладно, буду рвать, все равно это на выброс. Значит, здесь фирменный пакетик арома-бутик всегда они прилагают. У него можно кому-нибудь подарочек подарить, хотя для подарочка можно найти и по презентабельней пакете. Здесь в фирменном скотче у нас все добро, которого, повторюсь, не так уж и мало здесь. И то есть пупырки, вот кто там пишет из пупырки. Все с пупыркой, по крайней мере, когда они в регионы отправляют. Если по Москве вы заказываете, там везти недалеко, там, скорее всего, пупырки нет, но это и нормально. Ой, вот сейчас бы ничего не рассыпать мне. Но в то же время хочется и на камеру все показать. Короче, здесь пробники, не буду даже читать, что там по одному миллилитру. Кстати, вы можете заказывать к вашим покупкам пробники. Сами выбирайте из представленного ассортимента до трех бесплатных пробников на ваш выбор. Мелочь, а приятно. Вот он, герой обзора. Значит, сейчас я его отложу пока что и покажу вам, что помимо него содержится в посылочке. Убираем всю пупырку. Здесь фактурка у нас. И вот три флакона помимо. Это значит, из них два. Лолита, Олимпицка, Олимпика. Как правильно уже скажите, наконец-то. Олимпицка или Олимпика? Тестеры. Впервые, соответственно, держу в руках. Впервые буду пробовать. Это тестер у нас, этот тестер у нас получается ОМАСКЮЛАН. Снятый уже аромат. Видите, как интересно, бумажка здесь. А, я не знаю, это вроде крышка не крышка, снимается не снимается, даже не знаю. Ну, а как эта бумажка туда попала? Ладно, потом разберусь. Пшикать я его не буду, просто показываю, что здесь. Это для будущего обзора. Думаю, снятость. Пока более или менее еще такие ценники вменяемые надо покупать. Кстати, вот ОМАСКЮЛАН я купил за шесть тысяч. Это без моей, без моего промо-кода, без всех вот этих скидок, которые у некоторых счастливчиков в итоге равняются девяти процентам перманентным. Так что попробуйте. У вас либо семь процентов, либо девять должно быть. Вот. И, короче, с моей этой скидкой шесть тысяч, ну, минус еще практически шесть тысяч рублей. Пять с чем-то. Думаю, блин, ну неплохо. И это ФЛАНКЕР. О, ФРЭШ, что ли? Ну, как-то, как-то так. А ОДЭТ ТЮАЛЕТ ФРЭШЕ. ФРЭШЕ. Ну, тоже снятый, кстати, не пахнет, не пшиканный. Отлично. А здесь... А, ну вот тоже этот ярлычок непонятный. В общем, за пять с чем-то купил. Я просто вспоминаю, как в местной сельпошной такой сети нашей, новосибирской, продавалась товарная запечатанная версия 100 миллилитров слюде вот этого папочки. ОММАСКЮЛАН. За полторы тысячи. А я что-то много так всего напокупал. Думаю, ну, Паш, ну сколько можно? Никогда эти скидки не заканчиваются. Ты все покупаешь, гребешь. Оставил на потом, потом она быстро исчезла. И теперь вот шесть тысяч, там, пять пятьсот уже кажется хорошей ценой. Ну, времена с тех пор изменились. Те времена были довешние, блядь, десять назад. И, наконец, вот еще что я приобрел, а именно РМС. О, Живре! Меня многие постоянно спрашивают, Паша, что ты по поводу него думаешь? А я говорю, у меня его нет, а я его не пробовал, а я не знаю, что я думаю. И вот, чтобы что-то думать, приобрел тестер. Кстати говоря, я думал, что крышечка будет выкручиваться, как у предыдущих, помните? РМС, как у всей этой линейки Терд РМС. А здесь, а здесь крышка. Абсолютно тоже не пахнет непшиканной. Честь и хвала Арома Бутику. Потому что доступ был, ну, ко всем этим тестерам свободен. Какой-нибудь кладовщик мог бы попробовать. Неоднократно уже такое случалось с разными интернет-магазинами. Эти уже пахнут даже в пакетиках. Пробники подарочные, потому что от Леванты есть от Леванты. И, наконец, ребята, переходим к герою нашего обзора. Так, сейчас я пододвину планшет, чтобы вам зачитать, что про него пишут. Очень сильно меня заинтересовал данный аромат. Совершенно случайно я на него наткнулся. Заинтересовал тем, что это парфюм для текстиля. Ребята, парфюм для текстиля. Раз. Майки Байреда. Два. Концентрация ОД Парфам. Три. И цена, ребят, цена была 2100. Там их скидка, то есть, так он 2300-2400 стоил. Со скидкой цена 200. И с моим промокодом меньше 2000. Получился, думаю, блин. Но от Байреда ОД Парфам. Концентрация за... Тоже не пахнет абсолютно. Не пшиканный, ребят. У меня нюх тонкий, я бы учуял. И миллилитров здесь... 75 миллилитров. Да, не такой большой флакон. Почему в общем и целом заинтересовал? Ну, потому что, вы знаете, я последнее время, последние годы, я бы уже сказал, тяготею к ароматам легким, ненавязчивым, свежим и так далее. Также, вы знаете, что я обожаю ароматы чистоты, мыла, уходовых средств, вот этих гелей для душа. Все это я люблю. Кто-то считает, что это придает дешевизны аромату. Ну, смотря какой аромат, отвечу я вам. Вот. А здесь аромат для текстиля. И я про него прочитал. Задумка, идея. Это именно свежевыстиранный хлопок с ароматами там цветов, свежего воздуха. Опять же, все вот это, все как я люблю. И думаю, блин, для текстиля, опять же, для тех ситуаций, когда я иду к маме в гости, которая терпеть не может резкие ароматы. И вообще, ну, любой парфюм, если он более-менее слышен, уже ее нервирует. Ну, кстати, может быть, это не относится к свежакам. Все-таки она их всегда любила. Сестра у меня не любит резкие запахи. А у нас, ну, когда с семьей, ну, родней толпами вот этими встречаемся, то то сестра там, то мама присутствует, то вообще у сестры в доме мы встречаемся и барбекюшничаем и так далее. Короче, практичная штука. Плюс, кстати говоря, если, допустим, оно нестойкое, то покуда оно в алюминиевом баллоне а-ля дезодорант, можно с собой брать и обновлять. И плюс наносится на текстиль, то есть этот аромат, по крайней мере, тебя не будет сопровождать там во сне, с тобой продолжаться до тех пор, пока ты его не смоешь, как многие другие настоящие, да, парфюмы. И не думаю, что он настолько стойкий, что одежду придется стирать и больше не надевать после него. Я думаю, что выдохнется, впрочем, не знаю, не знаю, но это очень интересная задумка, понимаете, когда уже ты нанюхался обычных ароматов, когда у тебя их коллекция, когда ты парфюмерный блогер, да, я про себя говорю, когда у тебя каждый, ну вот, одна посылка, сколько здесь новых ароматов, вот, получается, три пробника, три тестера, плюс этот, вот, семь штук за раз мне пришли. И не есть этому числа, и уже как бы, ну, парфюм, ну да, очередной парфюм, Восток, Востокович очередной, ну окей, Удовый, 50-й в коллекции, ну ладно, вот. И хочется уже, в том числе, искать новые формы. Ну вот, есть новая форма. Ребят, менее двух тысяч. Это он там, птички, говорит. От Байреда, к тому же, ну это, блин, супер. Если честно, я хотел, конечно, я собирался вам рассказать про эту скидку замечательного арома-бутики. Я посмотрел в других местах, там от, минимум от трех с половиной тысяч данный аромат. Вот, все хотел, но у меня, как водится, посылка ожидала очереди своей. И хотел себе еще штук пять заказать, не себе даже, а на подарки. Ребят, ну что такое там 1900 в наше время? Ну это Байреда будет в подарок. И тем более, такой необычный. Ну, а пока я тормозил, пока у меня все это в очереди. Раз, купили, естественно, их напрочь на арома-бутики. А покуда мы знаем, что у них там склад один, с которым они затариваются, то во многих других интернет-магазинах тоже они исчезли. Да, конечно, найти его можно теперь, но тысячи там уже за четыре или за три, ну за 3500, за четыре. Согласитесь, 1900 и 3500, это уже разные такие штуки. Хотя, если нам что-то нравится, мы за ценой не постоим. Ладно, хватит бла-бла-бла. Вот, любители воды, наверное, все переплевались и уже, наверное, это видео выключили. А вам, дорогие мои преданные зрители, сейчас я все поведаю. Что я накопал на самом сайте Bayreda, слушайте. Bayreda, значит, Toile Textile Perfume. Специалисты Bayreda считают, что изысканным ароматом есть место повсюду. Вы правы. Композиция ТТТ, это свежесть чистого текстиля, след инея на снятом с веревки, плотном хлопке, солнечные лучи, пронизывающие влажное, отрепещущее на ветру полотно. Ну, это так, это к сердцу, это хочется купить даже за 10 тысяч, если честно. Вот, я говорю, при моей нынешней вот этой вот заточенности, да, направленности. Полиморфный запах распыляется на текстиль, создавая вокруг удивительную атмосферу покоя и светлой радости. Ну, прелесть же. Микроскопические частицы аромата проникают вглубь волокон, и чистые полотна домашних вещей постельного белья оказываются заполненными причудливыми письменами, каждый раз рассказывающими новые, увлекательные истории. Уникальная отдушка, безопасно, и даже при постоянном применении никогда не надоест. Вот, вот эта вот квинтэссенция, не надоест, такой практически нейтральный запах, запах чистоты. Блин, что может быть лучше? Ну, надоедает. Надоедает. Даже вот самые вкусные эти восточные ароматы, густые, такие сложные, давящие, ну, надоедают они. Все. И поэтому вот это самое сердечко, ребят. Вот это вот описание, я его прочитал, и все, мне уже достаточно. Теперь, что еще хочется добавить? Парфюмер, между прочим, Жером Эпинет. Совершенно не пальцем деланный. Сколько шедевров на его счету. Ну, назначение унисекс и ноты, есть даже ноты. Это я нашел уже в описании арома-бутика самого. Бергамот, альдегиды, ландыш, фиалка, хлопковый мускус, амбра. Ну, значит, тут строчки от арома-бутик, потому что на рандеву там другой текст. Ну, коль посылка от арома-бутик, так и буду читать от них, да. Ароматы шведской марки Bayreda Parfums издаются специально для любителей оригинальных и современных парфюмов. Композиция адресована тем, кто предпочитает романтику и изящный стиль в парфюмерии. Утонченный нежный флёр чистоты окружает слушателей с первой до последней ноты. А все потому, что основой букета стал хлопок. Ну, круто. Альдегидами и бергамотом украшено начало. Фиалка и ландыш дарят лесную свежесть в сердце. А база одаривает нежнейшим шлейфом из хлопковых цветов и амбры. Bayreda рекомендует использовать туаль... Туаль... Текстиль парфюм для ароматизации одежды из текстиля. Ну, я выбрал тряпочку. Конечно, она имеет свой запах. Конечно, она свежевыстиранная, но не настолько свежая, чтобы пахнуть порошком, во-первых. И во-вторых. Ну, запах такой тряпки стиранной, которая в сложенном состоянии лежала где-то закрытая. Есть он. Помашу и помашу. Ну, такой не выдыхается. Запах полежавшего белья. Ну, впрочем, когда мы одежду, особенно долго ненадёванную, вытаскиваем из шкафа, из своего, то порой оно так же и пахнет. Что касается этой майки, вы помните, последний раз я снимал в ней ролик про Роджа Пахфамс, про Эпикс, Эпикс, Оде Пахфамс. Когда он у меня тёк безбожно, я его об себя вытирал. Потом, когда ролик уже снял, я его пытался пропшикать, он всё равно все стороны тёк. Мне же нужно было чем-то вытирать. Думаю, ну вытру майкой. Она у меня пахнет до сих пор. Я её уже стирал. Она пахла настолько, что подъезд весь как-то пропах. То есть через щели какие-то там в дверях проник в подъезд и пах. Ну, надеюсь, сейчас мне этот фон, этот фон от майки уже не помешает. Наконец-то, да, попользуемся. Интересно, спрей газовый, то есть он непрерывный будет или дозированный пшики? Давайте попробуем. Дозированный он будет. Холостой был. Холостой. Чуть-чуть пшикнул. О, побольше. И давайте ещё вот так. Ну, слушайте. Очень мускусная история такая, да? Мускусная, мыльная, чистая, мыльная. Вот всё, все такие вот ароматы чистоты. И гель для душа, и мыла. И средства ухода, и крем для рук, и крем для лица. Вот всё он собрал в себе. В принципе, то, чего я ожидал. Ну, с другой стороны, сложно сделать аромат. Знаете, какой бы я хотел аромат? Я бы хотел вот что-то такое уходовое, стирально-порошковое. Хотя у меня есть такие ароматы. В общем-то, там, Кридов половина с такими уходовыми моментами. Но чтобы в нём была какая-то цитрусовая лёгкость при этом. Сейчас вспоминаю про Диор Ом Пахвам. Ой, господи. Короче, Диор Ом Калонь 2013. В принципе, он отвечает моим вот этим чаяниям. И я его люблю, и все его любят. И он супер-хит-бестселлер. Это другой. Здесь именно упор... Здесь цитрусы, они... Здесь они указаны вообще? Альдегиды, да. Бергамон, да. Ну, короче, ребят, аромат специфический в том плане, что это не какая-то комплексная композиция, которая вот с неповторимой игрой нот. Это именно вот то, для чего он создан. Именно то, что указано в описании. Это аромат чистоты. То есть, грубо говоря, достаете из шкафа вещь, которая уже, ну, полежала там и так далее. И наносите на нее данный парфюм, и незримо. То есть, люди даже, может, не понимают, что вот на вас специального назначения аромат, но от вас пахнет чистотой, свежестью и действительно пропитанными солнечными лучами и свежим ветром шмотками. Ну, короче, поняли, да? Да, в принципе, чего ждал, то и получил. Это интересная штука, и каких-то особых, опять же, претензий предъявить сложно, потому что пахнет, как заявлено. Комплексности нет, а пахнет вот именно чистотой. Ну, того и ждали. И опять же, да, вспомним ценник, менее двух тысяч, ну, как я себе приобрел. Блин, нужно было хапать. Я, причем, положил себе пять штук прям в корзинку, и пока тупил, пока что-то чем-то занят был, все раскупили. Ой, ну, жалко, жалко. Блин, это же Байредо, в конце концов. Конечно, меня думал я, мысли такие меня преследовали, не то, что прям преследовали, но были такие мысли в голове, что, может быть, этот Eau de Parfum от Байредо, это сродни, допустим, знаете, всяким бесплатным косметичкам, которые в сетях раньше, да, в лучшие времена, покупаешь на какую-то сумму аромат, и тебе косметичку бесплатно дают от того же Dior, там, или Dolce & Gabbana, ну, вроде, казалось бы, или Hermes, ну, казалось бы, косметичка от производителя сумок Birkin, да. Фирменная ли она? Да, конечно, она фирменная, вот. Ну, или Dior, да, шильдик Dior, все как надо. Но у Dior есть также в регулярных коллекциях от Couture те же косметички, мужские те же, Dior Homme бренд, да, вот этот сабренд. Но, извините, они стоят там 800-900 евро. И ты думаешь, а как так? А как могут такие штуки бесплатно прилагать? Ну, потому что те, которые прилагают бесплатно, они созданы из недорогих материалов, там кожзам, там нет кожи натуральной, там нет внимания к деталям. Созданы они, произведены в Китае. Шовчик к шовчику, там такого нет, и ниточка разойтись может, и торчать ниточка, и так далее. Чего не найдете у кутюрных вещей Dior, или это уже Hermes, тем более, вот у этих дорогущих. Те сделаны, ну, Hermes там во Франции, Dior и в Италии отшиваются много лет. Но совершенно другое качество и другая цена. Но вроде все по-честному, там и там Dior, никакие не фейки. Вот я думал, может быть, это тоже из этой оперы история. Бренд Байреда, тот же самый. Концентрация даже, вы понимаете, Eau de Parfum. Вы скажете, да, история не новая, я в курсе, что существуют там дымки для волос, от того же Крида, Форда, спрей для тела, а-ля там полудезодорант, да, получается. Просто слегка ароматизировать тело. Но это-то именно не для тела, а для текстиля. И Eau de Parfum самое главное, потому что все эти дымки, у них и есть как бы концентрация дымка, то есть еще более слабая, нежели у Eau de Calone. Здесь же обещана конкретная концентрация, Eau de Parfum. А значит, оно должно пахнуть долго и мощно. Ну, пахнет. Пахнет и становится все более нежным, таким хлопково-мускусным. Ну, как здесь написано, хлопковый мускус или как там, что-то вроде того. Да, и вы знаете, я доволен, и, конечно, его нужно разнашивать. И, конечно, тут предстоят эксперименты, потому что, смотря на какую ткань вы нанесете, в синтетике будет один аромат с хлопка, собственно, совершенно другой с шелка, третий. Полагаю, что покуда это аромат для текстиля, он не должен оставлять следов на текстиле, никоим образом. Вспомним, да, один из недавних обзоров моих Роджа Пахфамс Ут, который вы видели, как он темно-коричневый и следы оставляет. А этот нет. Ну, и мне кажется, на разных типах тканей будет пахнуть по-разному. Это микрофибра обычная. Но не факт, что на ней он раскрывается наилучшим образом, поэтому нужно время, нужно поэкспериментировать, нужно попробовать надеть летом в жару, например, немножко пропотеть в майке, в той же, которая напшикана. Посмотрите, как он в таком случае себя ведет. Это все интересно. Жалею ли я, что купил? Ну, нет, конечно. Это находка за такие деньги. Блин, красавчик. Посмотрите, какой дизайн. Беленький с темно-сереньким. Все, как я, все, как я люблю, как я обожаю. Шикардос. И, короче, ребят, советую вам тоже изучать новые формы ароматов. В разных вот этих. Ну, пусть это будут дымки всякие, да, для волос. Ну, для девушек больше актуально. Пусть это спреи для тела будут. Все равно не всегда хочется концентрировано с утра до вечера долбить и шлифить, и самому, и самому может утомить, и тем более окружающих ваших. Здесь нейтралитет именно такого плана, что надеваешь на тусовки, где не любят резкие парфюмы. Это точно не резкий, но он вполне, вполне ощутим. Абсолютно. Понятно, что с текстиля дольше ароматы пахнут сами по себе, но я бы не сказал, что это слабачок какой-то. Да, он не сшивает с ног, но такие вот дела, ребят. Я надеюсь, данный ролик был вам полезен. Оцените как-нибудь его. Не забываем подписываться в наше замечательное телеграм-сообщество. Ссылки на них в первом закрепленном посте. В первом закрепленном комментарии. Это и Пашка Пашко, наш чат, который 24 на 7 не спит, где любой имеет право голоса, и каждый ваш вопрос найдет ответ на тему парфюмерии, и не только. А также Пашко Парбарахолка, другой наш ресурс, где вы можете выгодно купить и продать ароматы. Ну, больше для парней. Какая у меня аудитория парней, 90%, поэтому вот. И группа скидки, где мы публикуем скидки, постоянно самые интересные промо-коды на ароматы. А также, конечно же, группа антифейк, где мы вычисляем мошенников и вычисляем оригинальность аромата. Вы кидаете фотки, а вам, знающие люди, высказывают свое мнение, оригинал или нет. Все это наш микрокосм, наша микровселенная. Все это под брендом Пашка Пашко. И я всегда рад адекватным людям, увлеченным парфюмерией. За всем я прощаюсь с вами, и до новых скорых встреч. Пока. Супер хай! Субтитры сделал DimaTorzok